Всем привет! Меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Начав наш проект, мы дали слово самим себе и друг другу обнародовать столько проверенные и перепроверенные данные, не углубляться в рассуждения и фантазии. Вся художественная подоплека наших свидетельств проработана опытными аналитиками нашей организации. Но следующий конкретный случай я хочу описать самостоятельно, поскольку он выбивается из плеяды всех наших обнародованных свидетельств и доказательств. Я долго думал, в какой форме предоставить всю полученную информацию, но решил придерживаться оригинала. Итак, мне буквально вчера на мой оперативный номер поступило голосовое сообщение, доставленное с помощью одного из мессенджеров. Далее я познакомлю вас с оригиналами двух последовательных сообщений, пришедших с разницей в несколько минут. Сообщение 1. Время 5 утра. Извините, я не знаю, как к вам обращаться, но у меня есть для вас конкретная информация. Я и мой муж нуждаемся в защите. Сообщение 2. Время 5 часов утра 4 минуты. Я хочу рассказать вам историю. Она длинная. Прошу вас верить. Мы можем предоставить доказательства. Я и мой муж переехали из РФ. Когда начались смутные события, думаю, вы понимаете, о чем речь. Мой муж айтишник и совершенно не приспособлен к военной службе. Само собой для нас появилось решение уехать в Турцию через Грузию. Из РФ мы выезжали через Верхний Ларс. Но это все не важно. После переезда мы долгое время мыкались. Муж зарабатывал сущие крохи, программируя на заказ. Кроме того, у него сломался ноутбук. Я слушал полученные сообщения и не сразу понял, в чем дело. Долгая история о переезде, скитаниях, просьбы о помощи. Я уже хотел прервать всю эту тираду своей фразой. Мы не фонд помощи вынужденным переселенцам. Но продолжение присланного сообщения заставило меня задуматься. Мне и моему мужу, можно сказать, случайно. Но теперь я понимаю, что все было запланировано. Предложили участвовать в фармацевтическом эксперименте. Раньше мы слышали об этом, что набирают группы людей и испытывают на них фармацевтику. Также нам гарантировали безопасность и весьма круглую сумму. Нам бы хватило на ноутбук и на время снять более или менее приличное жилье. Мы согласились. Эксперименты должны были длиться неделю. Но в итоге все окончилось ужасно. Я не знаю, с чего начать. Вы готовы выслушать меня? Или лучше моего мужа? Я несколько раз прослушал сообщение, дал гарантии. Разумеется, устно. И приготовился слушать дальше. Не знаю, по какой причине, но ответное сообщение пришло через час и уже на другой мессенджер. Складывалось ощущение, что собеседница на той стороне боится слежки. Я предложил использовать мессенджер с кодировкой через VPN и продолжить сообщение. На что я получил отказ? Вероятно, ко мне доверие тоже было не на самой высокой метке. Но, тем не менее, диалог продолжился. Исследования проводились в клинике за пределами Анкары. Мы добирались туда около трех часов. Затраты нам оплатили. И меня отправили в бокс, где были еще три женщины. Мужа увели отдельно. Все это было оговорено в договоре. Нам перечислили аванс сразу, что обнадежило меня, по крайней мере. Значит, Турция. В моей голове стала складываться одна комбинация, которую можно было провернуть. На территории Турции в настоящее время находится один из наших оперативников. Бывший военный спецназовец, которому мы обеспечили убежище. Транзит через Турцию мог бы несколько задержаться. Оперативника можно будет использовать для проверки полученных данных. Впрочем, следовало все обдумать, взвесить и принять конкретное решение. Агент-оперативник, следующий транзитом через Турцию, испытывает сильный посттравматический синдром. Страдает галлюцинациями. По факту он отработанный материал. Но мы обязаны ему. Поэтому и согласились обеспечить ему убежище после полученных данных. Этот вариант стоит продумать. Впрочем, как вариант еще можно использовать другого оперативника. Из-под руки, так сказать. И отправить его на конкретную цель. Далее, в следующем сообщении девушка рассказывала о сути проведенных экспериментов. Каждый раз я засыпала и просыпалась на операционном столе. Перед этим мне давали выпить таблетку, от которой я практически сразу теряла сознание. Мне объясняли, что это нормальная реакция организма на таблетку, которую я пью. Мне страшно. Правда, я чувствую себя на дне пропасти. Муж советует все забыть. Да, все-таки мы получили деньги, но я не могу, простите. Наверное, несколько минут девушка приходила в себя. Потом пришло еще одно сообщение. Сквозь сон. Наркоз это был или наркотики? Я не знаю. Я чувствовала, как мне во влагалище, извините, конечно, за подробности, вставляют расширитель, поймите. Это чувство знакомо каждой девушке. А потом я чувствовала, как что-то трется о мою матку, входит в нее и остается там. Я пыталась кричать, но не могла. Тело меня не слушалось. Как-то я сказала об этом врачу, который наблюдал нашу группу, но он дал неясное объяснение о том, что препарат может вызывать маточные спазмы. Я, наверное, сама хотела в это верить и успокоилась. Но сейчас я понимаю, все это был не сон. Потом девушка, ее звали Катерина, перестала выходить на связь. Несколько дней она игнорировала мои сообщения и сама не появлялась в мессенджере. Я не располагал данными, которые помогли бы мне идентифицировать ее и самостоятельно выйти на связь. Или же отправить оперативника на конкретную точку. Да и светить нашего агента, ну согласитесь, это глупость. Поймите, вокруг нас и против нас работают вполне определенные силы. Вся эта история могла оказаться уткой, чтобы выявить наших оперативников, меня, моих подчиненных. Сообщение пришло через 4 дня вечером. Простите за отсутствие. Когда я вспоминаю это, я впадаю в истеричное состояние. Мне тяжело говорить об этом. Я уверена, что они ставили эксперименты над моими половыми органами. Я обсуждала это с мужем. Он вспоминает, что после пробуждений их тоже вводили в беспамятство. У него сильно болел половой член. Состояние было подавленным. Но это не все, почему я обратилась именно к вам, как к знатоку по пришельцам. Я видела их, именно их, как вы их и описывали. Серые гуманоиды, или как их еще назвать. Однажды я проснулась во время опытов. Надо мной появилось лицо гуманоида. Это реальное. Я даже чувствовала его запах. Оно выплыло прямо надо мной. Я ощутила его пальцы на своем лбу и мысленный импульс. Спи. Я начала терять сознание, ощутив, что между ног снова происходит какое-то движение. Это уже было конкретно по нашему ведомству. Я вышел на связь с транзитным оперативником. Предварительно узнал его состояние. Мы проговорили план действий. Я понимал, что девушке и ее мужу грозит вполне определенная опасность. Все было налицо. Инопланетное сотрудничество с фармакологической компанией, которая курируется правительством Турции, скорее всего под эгидой блока НАТО, а значит и США. Все люди, подвергшиеся экспериментам и выжившие впоследствии оставались под тотальным наблюдением. Обычно люди оставлялись в живых лишь для того, чтобы в дальнейшем эксперименты были продолжены. Я дал этой девушке определенные гарантии. В принципе, я мог этого и не делать. Она сама решила довериться мне. Но ее ответ меня несколько удивил. Я боюсь дать вам свои контакты и местоположение. Я использую подставной номер, оформленный на другого человека. И с него захожу в мессенджеры. Простите, я не знаю, как поступить. Началась знакомая мне уже шпиономания. Да, гениально. Можно подумать, через этого подставного человека на их след выйти не смогут. Но чувствовалось, что девушка запугана и знает намного больше, чем говорит. Дальше уже моя работа. Я сам найду возможность выйти на нее через нашего оперативника. Он профессионал своего дела и сможет найти иголку в стоге сена размером с океан. А найти уж девушку в Турции для него плевое дело. Я отдал соответствующий приказ. Результат был уже через неделю. Сведения, полученные от оперативника. Нет никаких сомнений, что на территории Турции действует полулегальная лаборатория по проведению экспериментов на живых людях. Используются гены инопланетной технологии. Предположительно, выделяется генетический материал женских и мужских организмов. Цель пока не ясна. Продолжая наблюдение. Мною подготавливается группа внедрения. Женщина и ее муж опрошены мной. Составлен список возможных ориентаций и исследований. Представляю его вам. Первое. Исследование взаимодействия человеческого генотипа с инопланетным. Девушка утверждает, что среди подопытных были представительницы разных рас. Второе. Возможно пересадка инопланетных эбрионов с последующим извлечением. У девушки стойкое ощущение манипуляции в матке. Ранее она переживала искусственное прерывание беременности. Говорит, что чувства схожи. Третье. Извлечение семенного материала у мужчин. Кроме того, есть основания полагать, что эта лаборатория промышляет незаконной транспатологией и извлечением востребованных внутренних органов. По свидетельству потерпевшей также могу сделать вывод о том, что моим делом с расой роидов серых гуманоидов. По ним известно следующее. Роиды не являются самостоятельными существами, обладающие интеллектом. Это раса биороботов, которая управляется некой могущественной цивилизацией, неизвестной нам. Вполне может быть, что они связаны с центариусами, описанными и исследованными другим вашим аналитикам. Роиды имеют устойчивую связь со спецслужбами США, что позволяет сделать вывод об конкретном контроле со стороны спецслужб вышеуказанного государства. Из-за причины отъезда семейной пары из РФ у нас перекрывается возможность их возврата в Россию и использования специальных служб. По сути, роидами выбран идеальный объект, который никак не может быть защищен. Если на то последует ваша санкция, я могу обеспечить им совместную эвакуацию вместе со мной. Но как используется их в дальнейшем, я не знаю. Решение остается за вами. Кроме того, требуется тщательное медицинское обследование, в частности потерпевшей девушки. Обследование в нынешних условиях я провести не могу. По скриптам. Я не могу гарантировать адекватный результат из-за неудовлетворительного психологического состояния. Тем не менее, буду стараться. Вы выжили меня как лимон. Я ем транквилизаторы горстями и не могу отвечать за собственную регулярную адекватность. Кроме того, я обнаружил слежку, если есть возможность, ускорьте мою эвакуацию и обеспечение моей безопасности. В противном случае, я не гарантирую, что не раскалюсь на допросах. Сами знаете кого. Я дочитал сообщение из закрытого канала связи с нашим оперативником. Была, конечно, ошибка использовать его повторно. Человек уже на пределе. Все-таки нужно провести совместную эвакуацию на одну из наших закрытых баз, на границе Ирана и Афганистана, у реки Гельмент. Нашему оперативнику хорошо знакома та территория. Все было спланировано, но наш оперативник перестал выходить на связь в оговоренный период. Вместо ожидаемого сообщения пришло сообщение от девушки, которая заварила всю эту кашу. Мы с мужем были готовы к эвакуации, но ваш сотрудник не пришел на оговоренное место. Мы решили самостоятельно вернуться в РФ. Не знаем как, но будем пробовать. Я ничего им не ответил. Я знал, что скорее всего наш оперативник уже мертв, а эту парочку смерти ожидает в ближайшие часы, ну или дни. Все провалено. Подписывайтесь на наш канал, ведь таким образом мы добиваемся с вами цели. Напомню, меня зовут Стрэндж, и как бы нам не было бы тяжело, я все равно верю, что люди должны знать правду. Человечество. Какое сильное слово. Сильное и хрупкое одновременно. Сколько вызовов истории бросило человечеству? Множество. Великие войны и великие эпидемии, сумасбросство политиков, жуткая ненависть одних двуногих к другим, этнические чистки, катаклизмы и катастрофы. Человечество живет и продолжает жить на том уровне развития, который допущен ему вселенной и самим провидением. Но ведь это не все. Это не то, что человечество может испытать на себе. Земля. Жемчужина в короне вселенной. Планета, населенная разумными существами. Сотнями тысяч, если не миллионами видов живых существ. И всему этому угрожает космический разум. Пока что человечество лишь гранями касается вселенской злобы. Ее метастазы проникли лишь по поверхности. Все тайно, неявно и покрытое мраком. Но конкретные живые люди страдают, становятся препаратами на бесчеловечных опытах, пропадают бесследно, становятся жертвами злобы, жаждой убийства и похоти со стороны инопланетян. Для вас я Стрэндж. И я не прекращу пытаться открыть вам глаза. Дать понимание истинной картины мира. Я не перестану говорить вам правду. В этот раз речь пойдет о той истории, которую я уже считал оконченной. А именно о двух вынужденных переселенцах, мужа и жене, которые полтора года назад покинули территорию России и оказались в Турции. Я не хочу быть спонтанным в своих суждениях, но по всей видимости они никак не могли найти свое место в жизни. Муж, айтишник с весьма средними способностями, решил покинуть свою страну в связи с последними событиями. Но вы меня понимаете. Жена сама собой поехала за ним. Перебиваясь случайными заработками на фрилансе, они пытались устроить свою жизнь в Турции. Но их постигла череда неудач, которая привела их к дверям фармакологической компании Нушуртак, офисы которой раскинуты от турецкого Аджибурана до мыса Анамур. В компании им было предложено участвовать в ряде фармакологических экспериментов за определенную плату. Разумеется, им гарантировали безопасность, только их никто не предупредил о том, что над ними будут поставлены опыты, связанные с инопланетными технологиями генной инженерии. Я тогда решил подключить к ним нашего агента в Турции. Но ввиду сложившейся психологической перегрузки, наш агент сломался. А подопытные семейные пары перестали выходить на связь, самостоятельно прервав контакт со мной. Для меня до сих пор остается загадкой, как они смогли выйти на меня. Хм, значит, система не идеальна, есть пробелы. Ну что же, ближе к делу. Уже, считая семейную пару и своего агента с писанами в 21.00 вечера, я получил такое сообщение по спутниковому телефону с возможностью записи и приема сообщением посредством сети 5G. Сообщение заставило мои волосы встать дыбом. Здравствуйте. Стрэйндж. Вы должны помнить меня. Я связывалась с вами. Мы семья, уехавшая из России. Вы обещали нам помочь. Помните? Нам сейчас нужна ваша помощь. Как никогда. Ваш агент назначил нам встречу, но на встречу не явился. Я чувствую постоянную слежку. И я беременна. Это выяснилось совсем недавно. Сроки не совпадают со сроками нормальной беременности. И дело не во мне и моем муже. Ну, вы понимаете. Сообщение прервалось. Все это оказалось странным. Наш агент не пришел на встречи по объективным причинам. Служба слежки за агентами принесла мне донесение о том, что агент мертв. Он не смог выдержать психологической нагрузки. Сознание было помречено. И все закончилось банальным самоубийством. Это было мне известно. Но через час пришло новое сообщение. Я не знаю, чем вы можете мне помочь. Я в отчаянии. Я даже не знаю, что вам сказать. Я беременна. И последнее перинатальное УЗИ показало множественные аномалии строения. Меня снова направили в фармакологическую компанию Нушуртак. Ту самую, где над нами ставили опыты. У меня паранойя. Я чувствую, что все это не просто так. Муж совершенно изменился. Он слышит голоса во сне. Страдает. И все больше отдаляется от меня. Я смотрю в его глаза и не узнаю человека, в которого я влюбилась. Помогите нам. Все это не могло меня не заинтересовать. По сути, я взял ответственность за этих людей еще тогда. Не моя вина, что они сами отказались от помощи и пропали. С другой стороны, наш агент не отработал. Снова начались разговоры о доверии. Девушка отказалась дать свои контакты или контакты своего мужа. Как я не объяснял ей про закрытый канал. Они находились в Турции, в стране НАТО. Там у нас есть определенные возможности, но весьма ограниченные. Я не могу расходовать агентов, которых, к слову сказать, немного. Часть из них работает непосредственно на территории. Мне нужен был хотя бы один час осмыслить ситуацию и проанализировать ее самостоятельно. Затем еще один час, чтобы прогнать все вводные через аналитическую нейросеть, выращенную мной лично. Кроме того, в душе щекотала одна неприятная мысль. Что если? Что если все это не совсем тонкая разведывательная игра? Чтобы рассекретить часть наших мощностей. Рассекретить и уничтожить. Думаете, я дорожу жизнью? Нисколько. На мое место встанут другие. Я дорожу вами. Я должен многое успеть. Через два часа нейросеть выдала ответ и вариант, который в принципе совпадал с моим. Обеспечить безопасность пострадавших получится только на территории возможного контроля. Отъезд из РФ был ошибкой. В настоящее время на территории РФ замечено влияние позитивных космических сил, сотрудничающих на благо человечества. Вероятность слежки за объектом 90%. Слежка. Ну, разумеется. Что нам известно в сухом остатке? В настоящее время на территории Европы проводится ряд экспериментов по гибротизации человека с инопланетными организмами, в котором задействованы спецслужбы НАТО, а значит и США. Что касается стран, то стопроцентной уверенностью я могу утверждать, данные эксперименты под эгидой различных фармакологических компаний проводятся в Турции, Словении, Боснии и Румынии. До не давних пор, а именно до вывода контингента армии США, из Афганистана опыты проводились и там. Кстати, почти что открыто. Все маскировалось под незаконную трансплантологию органов. Люди похищались, становились жертвами экспериментов, а предприимчивые люди со звездополосатыми петлицами делали бизнес, чтобы им отвлечь спецслужбы других стран от истинной подоплеки. Нужно каким-то образом инспирировать переход объектов мужа и жены из Турции и Румынии. Но это просто, обычный авиаперелет, а после их нужно вывести из подслежки со стороны спецагентов НАТО. Вероятнее всего, те ждут естественного рода разрешения беременной, подопытной, играет, а возможно и в курсе моего взаимодействия с ними. Скорее всего знает. Прокручивает свои комбинации. Румыния – это одна из опасных точек для перехода. Но после будет вообще торнадо. У меня был конкретный план. Из Румынии контактные лица должны были переместиться в Украину. В водовороте событий, шансов и окон возможностей все могло получиться как нужно. Я изложил свои соображения контактным лицам, обещал помощь финансовую, разумеется, и услышал интересный ответ. Но ведь там опасно, ведь нас там могут убить. Вы предлагаете перейти границу нелегально, а потом через Мукачево или Трускавец добраться до Киева и обратиться в Красный Крест. А документы? Это все так сложно. Моему мужу все хуже и хуже. Я сама еле держусь. Меня мучают кошмары, поймите, эта тварь внутри меня. План был рискованный. Трудно выполнимым, но выполнимым. Выехать из Украины сейчас невозможно, а въехать вполне. Причем сами румынские пограничники за определенным мзду могут обеспечить коридор и открыть свободный вход без таможни и прочих контролей. Затем Киев, а там международная организация Красного Креста. Там у меня есть свой человек. А из Украины обратно в родную страну. Только там я смогу обеспечить им безопасность, гарантированную позитивными космическими силами. План был однозначным и начал потихоньку внедряться. Через неделю я получил сообщение на сотовый телефон, на мессенджер в режиме двойного VPN. Мы пересекли румынскую границу. Документы чистые получили. Не знаю, как вы все это делаете, но у нас все получилось. Румынские пограничники крутили пальцем у виска, называли нас чокнутыми, но помогли. Было очень страшно. Мне и сейчас страшно. Простите. Мы созвонились с человеком из Красного Креста. Вы правда сможете нас защитить в Москве? Разумеется, я ответил да. Я не мог сказать всей правды. По сути, все это действует чистейшая вода-эльтруизм. Ведь во время рода разрешения она погибнет, даже если ей выполнить кейсирово сечение. Из научных исследований нам известно, что инопланетные брионы внедряются практически во все жизненно важные органы. Девушка обречена. Кроме того, до конца неизвестно, что с ее мужем. В России можно было бы попытаться спасти хотя бы его. Кроме того, за все прошедшее время опасность, угрожавшая ему и ставшая причиной отъезда, нивелировалась. Но я в ответе за то, что происходит при мне. Отправив сообщение контактным лицам, я сразу же запросил отчеты и сведения, полученные нами о гибридизации человека. Я с головой ушел в бумаги, схемы, цифровые отчеты. Нужно найти способ, нужно выисклить хоть малейший шанс и спасти их жизнь. И мужу, и его жене. Ведь единственное, чем я занимаюсь, спасаю жизнь человечеству. Через сутки пришло сообщение от сотрудника Красного Креста. Теперь все зависело только от него. Нужно ждать. Последнее сообщение от контактного лица пришло через неделю. Мы находимся на съемной квартире, меняем места, переезжаем почти каждый день. Я чувствую, что уже скоро низ живота постоянно тянет и сжет. Я женщина. Я чувствую, что боль должна быть другой. Мне страшно. Сообщение прервалось криком боли, визгом нечеловеческих страданий. После контакта оборвался. Сорвалось. Снова сорвалось. Через 6 часов страшная догадка была подтверждена сотрудником Красного Креста. Я засветился. Объект мужского пола отправлен в точку адресации. Ждите. Объект женского пола мертва. Санацию объекта и уничтожение у бактерии провел лично. Было понятно, что он назвал бактерией. Также все было понятно о судьбе контактных лиц. Все. На этом все. Но помимо этого, мне на почту пришло сообщение от агента Красного Креста. Сообщение вполне определенного содержания. Стрэндж. Будь осторожен. Мужчина будет переправлен по программе обмена и, скорее всего, попадет к спецслужбам. У него все признаки биоробота, они изменили его сознание и вложили программу. Не удалось разгадать, какую. Пока он был под моим контролем, я колол ему ингибиторы, но когда их действие окончится, я не ручаюсь за его поведение. Начнет действовать программа. В сущности, он неадекватно воспринимает действительность, полнейшее отсутствие эмоционального фона. Если ты помнишь, то мы уже встречались с такими проявлениями. Конечно, я помню. Одна из таких тварей с измененным сознанием оставила мне очень большой шрам на груди во время боя в подземных пещерах, когда мы выследили группы зомбированных биороботов, которых делали из людей. Судьба вытворяет с людьми парадоксальные вещи, порой невероятные и трагичные. Нам не подвластна наша судьба. Хоть мы и тешим себе иллюзий, самостоятельности, от рождения перед нами раскидывается громадная паутина, которая трехмерной сетью опутывает пространство вокруг нас. Мы делаем первый вдох и попадаем на развилку между жизнью и смертью. Выживаем и идем дальше, попадая на развилки снова и снова. Выбираем и идем в свой путь. Но что мы знаем о самом пути? Ровным счетом ничего. И мы не можем прогнозировать те каверзы, которые готовят нам провидение. Мы не знаем, что есть мы в огромном мире и в огромном космосе. Он кажется нам далеким и прекрасным. Но я уверяю вас, он ужасен во всех своих проявлениях. Я Стрэндж. И я открою вам правду. Запомните, космос – это не творец жизни. Это изощренный, страшный убийца, открывающий доступ к нашему миру, злобному разуму за пределами нашей солнечной системы. И они уже среди нас. Они рядом. Идут за нашей спиной. Мужчина и его жена, подвергшиеся нечеловеческим опытом по генетическому скрещиванию с инопланетными организмами в Турции, пережили ад на земле. Они не подозревали, чем для них обернется бегство из России в Турцию. Женщину нам спасти не удалось. Как бы мы ни старались. На этом я потерял одного из своих агентов. Но, обеспечив побег в Румынию, а после в Украину и Россию, мы смогли спасти мужчину. Сейчас он прикреплен к одному из наших агентов. Кстати, женщине, которая официально работает на Красный Крест. Я не буду вдаваться в свой распорядок дня, но существенный отрезок утреннего времени занимает просмотрение новостных трендов, мессенджеров и прослушивание сотен сообщений. Разумеется, сообщение от сотрудницы, на попечении которой был спасен у мужчины, было в приоритете. Стрэндж, сэр. Объект пребывает у меня. В настоящее время я использую средства фиксации, если говорить проще, то смирительную рубашку и ингибиторы агрессивности. Те препараты, которые вы когда-то рекомендовали мне. Пока все нормально. Но я прошу, как можно быстрее вышлите группу эвакуации в Ростов-на-Дону. Я отложил смартфон. Голос девушки был взволнован. Предыдущий агент, переправивший мужчину из Украины в Россию, предупреждал о том, что в разум объекта вложена программа. То есть это по сути уже не человек, а биоробот. Всех биороботов до этого мы уничтожали, невзирая на то, что они люди. Идет борьба, и мы в этой борьбе проигрываем. Все средства хороши, но я верю, когда-нибудь все изменится, и мы изгоним всю инопланетную нечисть нашей планеты. Через сутки я провел брифинг с группой эвакуации. Трое молодых мужчин сидели в лодке-моторке посреди озера. Я сидел на носу. Место было выбрано идеально. Исключалась возможность прослушки. А люди были проверены и перепроверены мной многократно. Лодку я купил за час до брифинга. Сам же привез ее на озеро. Дождался своих людей, и мы спустили ее на воду. Позовны моих агентов из группы эвакуации. Альфа, Валентин и Бетта. Альфа потирал кулаки. Был готов к делу, и мне нравилось его настроение. Стрэндж. Нам нужна точная локация. Объект стационарный или смещается? Я смотрю на воду. Ваша точка назначения – Ростов-на-Дону. Там в городе на вас выйдет еще один мой человек, и он полностью обеспечит маршруты. Валентин выкинул сигаретный бычок за борт. Ты нам не доверяешь? Я сам закурил. Подвинув в сигаретной пачке ампулу с ядом, которую я всегда готов использовать в случае максимального риска быть плененным. Я никому не доверяю, Валентин. Так же, как и ты. Проверка и только проверка. Конспирация и еще раз конспирация. И ты знал это, когда согласился работать. Бетта не дал мне договорить. Оружие? Я ждал этого вопроса. Будете действовать только холодным оружием. Приобретете на месте. И сразу предупреждаю, никаких нунчак и сюрикенов. Я пристально смотрю на Валентина. Он опускает глаза и понимающий кивает головой. И не наследите, как в прошлый раз при поимке объекта. Валентин снова поднимает взгляд. В прошлый раз мы рисковали своей жизнью. Из группы остался только я. Да, я помню. И еще кое-что. Буквально за час до этой встречи, мне на мессенджер пришло еще одно сообщение от агента Красного Креста. Я даю прослушать его своим людям. Стрэндж, я не сплю уже вторые сутки. Объект получает ингибиторы, но я снизила дозу. Объект частично вышел из-под контроля. Он говорит со мной. Склоняет к сотрудничеству. Его языком говорит кто-то другой. Но, возможно, действует вложенная программа. Я не справлюсь, а ты говорил, что программа была частично нейтрализована еще в Украине твоим человеком, но программа не снята. Она работает. Ты уверен в своем человеке. Альфа молчит. Валентин тоже. Слово берет бета. Несмотря на позовную, именно он старше группы и самый старший по возрасту. А почему не приказать ей ликвидировать объект? Мы могли бы привести душу или просто его мозг? И этот вопрос ожидаем тоже для меня. Я хочу получить биоробота живьем. Мне кажется, что мы могли бы исследовать поведенческие факторы, научиться снимать блокировки самостоятельно, ну или на крайняк подобрать средства борьбы. Ясно. Еще вопрос. Агента Красного Креста убирать? Ни в коем случае. Она мой человек. Но обязательно проверьте ее на предмет вербовки. Я протягиваю Бете ампулу шприц из кармана. Он принимает ампулу и прячет в собственный футлер. Сыворотка правды? Да. В этот же вечер мои люди отправились в Ростов-на-Дону. По моим прогнозам, контакт с моим человеком произойдет ночью. Он обеспечит им маршрут, подсветит объекты и конкретный адрес. Подстрахует. А если надо будет, то и подчистит недоделанное. Аналитический софт и нейросети гарантировали 97,3% реализации. Это практически гарантированный успех. Учитывались все возможности и нюансы. Ночью я получил два сообщения. Одно от скрытого агента поддержки, второе от Беты. Первое сообщение. Трэндж. Людей принял. Маршруты обеспечены. Маршрут подхода, действия и отхода. Для подстраховки нахожусь на контакте для обеспечения альтернативных маршрутов. Кроме того, агенты из Красного Креста по суд я обнаружил и снял с нее слежку. Двое. Сереньки. Второе сообщение. Непосредственно от Беты. Маршрут обеспечен. Необходимые средства приобретены. Работаем по плану 0400 по московскому времени. По реализации доложим. Изначально было принято решение перевести объект в багажнике автомобиля. Сам же автомобиль обеспечивался агентом прикрытия. А осталось только ждать. Больше от меня ничего не зависело. Я сидел за своим письменным столом, сделав себе внутривенную инъекцию стимулятора. В последнее время я стал злоупотреблять ими. Как обычно на спецоперации, когда требовалось постоянное чувство контроля. Я не спал уже четвертые сутки. После меня ждет период восстановления. На это время я поручу все своему заместителю с позовным инкогнито. Я уже говорил о нем. Кроме того, он сам активно делится информацией с теми, кто желает прозреть и понять, как устроен наш мир. Ночью пришло сообщение со смартфона агента Красного Креста. Той самой девушки. Но голос принадлежал не ей. Голос был мужским, повизгивающим и срывающимся. Меня прошибла холодная испарина. Натуральная жуть. Они снова, суки, переиграли нас. Нет. Не может такого быть. Я, хватая смартфон и подношу его практически к своему рту. Неистово кричу, мразь, что с агентом, что ты с ней сделал? Через несколько секунд в мессенджер пришло фотосообщение. Небольшая серая комната, разорванная смирительная рубашка, кровь, куски человеческого тела и женская оторванная голова. Следом пришло голосовое сообщение. Я схватился за голову. Тошната подкатила гору. Я едва удержал спазма. В голове зашумело. Нет, нет, нет. Не может быть. Нет. Нужно выйти на агента прикрытия и связаться с бетой. Нужно готовить ликвидацию. Просто уничтожить эту тварь. Но холодный разум подсказал и другое. Эти твари хотят договориться. Сугляд какие-то преференции. Значит, все, что я делаю. Все, что делаем мы. Правильно. И мешает им. Не дает выполнить или завершить что-то известным одним. Только им. Они хотели деморализовать меня. Ну и в ответ я еще сильнее активизируюсь. Да-да. Вам не сломать меня, твари. Этого от меня не дождетесь. Нет. Я не доставлю вам такого удовольствия. Понятно. Было и следующее. Агент в Украине. Агент в Украине был частью дьявольского плана. Он был завербован. И я открыл мессенджер для беты. Бета, бета, на связь. Эвакуация отменяется. Полностью санируйте объект. В ответ я услышал короткое. Работаем. Через час. Мне уже докладывал. Агент прикрытия. Квартира зачищена. Трофеем получишь мозг твари. Контейнер. Валентин погиб. Альфа серьезно ранен. Обеспечиваю контроль. И зачистку. Бета отправлен назад. Стрэндж. Такого я еще никогда не видел. Мы знакомы много лет с тобой. Но такого еще не было. Он жрал ее заживо. Обколов ее же ингибиторами. Которые она использовала для его фиксации. Это акция устрашения. Я отложил смартфон. Настроение было паскудным. Нужно срочно менять тактику и подход. Или мы таки будем терять наших людей. Этого нельзя было допускать. Через сутки я читал рапорт спецагента бета. В личной встрече я отказал. Пусть пройдет реабилитацию. Он мой человек. Он умеет держать себя в руках. Но я не хотел смотреть ему в глаза. Операция была продумана мной. Лично. И как выяснилось в итоге недостаточно. Я всего лишь человек и ошибся. Вновь. Вновь доказана истина. Которая была доказана ранее. Но я расслабился и позволил себе думать по-другому. Все, что вошло в контакт с инопланетным разумом является враждебным для нас. А враждебное подлежит уничтожению. Я хотел поступить иначе. Рапорт Беты. Мы вовремя проконтактировали с агентом поддержки. Была обеспечена связь, маршруты и спецсредства. При заходе на адрес мы обнаружили окровавленного мужчину, который притворился спящим или пребывающим без сознания. Валентин проявил неосмотрительность и приблизился к объекту, лежащему на полу. Попытался перевернуть его. Погиб. Во время борьбы был серьезно ранен Альфа. Я вступил в ножевой бой с объектом. Он атаковал вне привычной атакующей матрицы для человека. Передвигался на четвереньках и стояв в гимнастической позиции, мостик. Невероятная скорость и гибкость. Существо было поражено и передано агенту поддержки. На изготовление препарата мозга ушло 5 часов. Вывезен мной для исследовательской лаборатории. В конце рапорта была размашистая приписка. Стрэндж, если будет еще одно такое задание, то я поступлю по протоколу 17.1 и уйду в отставку. Я поморчился, читая эту приписку. Протокол 17.1 означал самоубийство агента. Добровольный уход из жизни. Да, нами отрабатывался и этот вариант. Для чего каждый мой агент проходил специальный психотренинг. Мы боремся с одними инопланетными зомби в человеческом и нечеловеческом обличии, делая биороботов из собственных агентов. Но, как я уже говорил, наша цель оправдывает средства. Гороцентральной задания. Зомби.